Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Продолжаем с вами исследование книги «Идеяния апостолов» на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 18 главу. После сего Павел, оставив Афины, пришел в Каринф. И, найдя некоторого иудея имени Макилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и прискил жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним. И по одинаковости ремесла остался у них и работал, и ремеслом его было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еленов. Первые четыре стиха говорят нам то, как апостол Павел любил свой народ. Несмотря на то, что не принимали его иудеи, часто побивали и каменями, как мы видели, гнали его. Но, тем не менее, несмотря на то, что при указе, как предполагают историки, было в 49-м году по Рождеству Христова, Клавдий издал указ, что всем иудеям удалиться из Рима. Но, тем не менее, как мы видим, апостол Павел следует за ними для того, чтобы открыть им путь спасения. И как мы с вами прочитали, что во всякую субботу он учил, но в обычные дни, в субботу почему он учил? Потому что там иудеи собирались в синагогу. И он, как воскликнет в одном из своих посланий, я готов сам быть отлученным от Христа ради братьев моих по плоти. То есть, так вот он любил свой народ, так он любил свою нацию. Это пример и нам, что национальности, на самом деле, это не искусственно эволюционный какой-то процесс развития человечества. Национальности создал Бог. И любовь к своей нации, которая действительно была бы освящена духом Христовой любви и Евангелем Христовым, отношением между национальностями, где есть и взаимное уважение, и любовь, она бы приобрела добрые формы, в отличие от тех, которые она приобретает, когда человек не знаком с Евангелием, не знаком с библейскими откровениями и законами. Тогда она приобретает такие уродливые формы, как нацизм, национализм и геноцид. Это все беда века сего, такое секулярное желание безбожного мировоззрения, построение по своим каким-либо концепциям мир между национальностями, между народностями, между просто людьми. Все это, так или иначе, дело бесполезное и приведет в той или иной степени к жестокости и террору. Хотя нельзя сказать о том, что можно создать какое-то идеальное государство на земле. Конечно, нет. Но тем не менее, более-менее устройство общества, тогда, когда люди опираются на божественное откровение, на святоотеческое предание, на исторический опыт, оно более устойчиво и более предсказуемо в каких-либо своих потрясениях. Поэтому апостол Павел любит свою нацию, и в этом нет ничего зазорного или плохого, и готов даже, говорят, жизнь свою положить за них. И видим, что он следует за ними, они выгнаны из Рима, и он идет за ними. Второй интересный здесь есть аспект, что апостол Павел занимается ремеслом. Он не только учит закону Божию, но, видим, что и работает своими руками. В этом тоже нет ничего плохого. В народе израильском была такая пословица. Кто не учит своего ребенка ремеслу, тот учит своего ребенка воровству. Действительно, если человек не научен какому-либо ремеслу, он будет думать, а где же он возьмет средства для существования, тогда он будет воровать. Хорошая пословица. Она не только должна быть, думаю, в народе израильском, но хорошо, если бы прижился и в нашем народе. Итак, когда пришли в Македонию, из Македонии силой Тимофея, то Павел, понуждаем, был духом, свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. То есть, что Ишуа, действительно, Спаситель, есть Христос, Помазанник. Тот, о котором говорят все ветхозаветные пророчества. Но как они противились и злословили, то он, отрязший одежды свои, сказал к ним, «Кровь ваша на главах ваших, я чист, отныне я иду к язычникам». С этого момента много было противлений. Мы видели проповеди апостола Павла с иудейской стороны. И с этого момента апостол Павел начинает уже проповедовать только язычникам. Уже его обращения к иудеям не будет. «И пошел оттуда и пришел к некоторому чтущему Богу именем Иусту, у которого дом был подле синагоги. Крипт же, начальник синагоги, уверовал у Господа со всем домом своим, и многие из коринфян слушали, уверовали и крестились. Господь же в видении ночью сказал Павлу, «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Видим, что проповедь апостола Павла возымела успех. Несмотря на то, что он говорит, больше проповедовать не буду, мы видим, что и начальник синагоги уверовал. То есть не все иудеи совсем отрицали проповедь апостола Павла. После этой проповеди, после его такого заявления, что «Иду к язычникам, отрядши одежды свои». Можно только представить, как это было с таким праведным гневом апостольским. Говоришь вам из пророчеств, из малых пророков, из больших пророков, сотни пророчеств в Священном Писании Ветхого Завета, и вы не слышите. И тут, наверное, кого-то это все-таки тронуло, что с такой решимостью, и тем более кто такой был апостол Павел. Это же не просто был человек с улицы. Это был Савву. Его все знали. Таких ученых людей в древнем мире знали. Это был Савву, Тарсянин, тот, который учился у Гамалиила с высшим прекрасным образованием. Тем более тексты, которые он показывал в синагоге, я не думаю, что они расставляли равнодушными некоторых. Но просто некоторые из-за своей не то что учености, а, как апостол Павел говорит о себе, некогда и я был привержен своих таких вот отеческих, то есть каких-то народных преданий о понимании исключительности моего народа, от которых позднее он отрекается. Господь же в видении ночью сказал Павлу, не бойся, но говори и не умолкай. Мы видим, что Господь подкрепляет его своей силой, являясь ему. И он остался там год и шесть месяцев, получая Слово Божие. Видим, что не уходит, остается еще на полтора года. Между тем, во время проконсульства Галеона в Ахае напали иудеи единодушно на Павла и приливы предсудилища. Опять видим, что только он остается, Господь его укрепляет. Он уже говорит, все, ухожу, раз вы не принимаете, но Бог его оставляет. Для чего мы видим начальник синагоги, потому что обращается. Апостол Павел говорит, все, не буду и не хочу, но Бог оставляет. Говоря, он учил людей чтить Бога не по закону, то есть они берут и привозят его к проконсулу. Когда же Павел хотел открыть уста, Галеон сказал иудеям, «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении, об именах и о законе вашем, то разбирайтесь сами. Я не хочу быть судьей в этом». И прогнал их от судилища. Мы видим, что Галеон действительно, у него был брат Синека, его старший брат, и вот Синека о нем писал, что Галеон настолько был человеком добродушным, что он ко всем людям хотел относиться благосклонно, невзирая на чины и невзирая на звания. Если есть какая-то несправедливость, вот так вот есть внутренне у человека такое внутреннее состояние, чувство справедливости. Если есть какая-то несправедливость, он даже не хотел на нее обращать внимания. Но, тем не менее, в его действиях было и равнодушие. Видим, как он говорит, «Как хотите, так и решайте». В принципе, здесь справедливо, раз это не касается юридического закона и его сферы деятельности. Он не хочет обратиться в какие-то ответственности за решение в вопрос обучения о законе. Но потом видим, что он прогоняет. Дальше же его равнодушие проявляется. «А все елены схватили Сосфена, начальника синагоги». Сосфен — это тот же самый человек, Крипс, начальник синагоги. У него, видимо, было два имени, как тогда это было принято. Исследитель Анзатауст об этом пишет, что это было одно и то же лицо. Было принято называть, как, например, евангелист Лука говорит о Марке, который был призван Иоанном. То есть, евангелист Марк был прозван Иоанном. Так и здесь. Это один и тот же человек, Сосфен, начальник синагоги. Били его перед судилищем, и Галеон немало не беспокоился о том. Видите? Тут он вроде проявляет справедливость, а тут он такой являет равнодушие, что бьют на его глазах человека. И он говорит, ну, как хотите, так и поступайте. Поэтому выше справедливости, как было точно замечено, может быть только любовь. Итак, у свидетеля Анзатауста есть интереснейшее высказание по поводу этого начальника синагоги, который стал верующим христианином. Он пишет, цитата, «Будем и мы подражать ему, бьющим нас будем воздавать кротостью, молчанием, долготерпением. Это раны более тяжкие, удар более сильный и действительный, так как тяжело, тяжко поражение не тела, а души. Как ты, человек, оскорбляешь человека? Раб, подобного себе раба. Но что дивиться этому, когда многие оскорбляют самого Бога? Да, будет это утешением для нас, которое терпите, утешением для нас, которое терпите оскорбление. Вас оскорбляют? Бывает, оскорбляем и Бог. Вас поносят? Бывает, поносим и Бог. Вас подвергают оплеванию? Тоже претерпел и Господь наш. В этом Он имеет общее с нами, а противное этому нет. Он никогда несправедливо не оскорблял. Да не будет. Не поносил, не обижал. Следовательно, мы, оскорбляемые, имеем с Ним общее, а не вы, оскорбляющие. Переносить оскорбление свойственно Богу, а оскорблять напрасно дьяволу. Конец цитаты. Такое утешение для всех людей, которых обидели, оскорбили, несправедливо, как и этого Сосфена, который только уверовал. Так бывает и в сторону верующего человека, который стал ходить в храм Божий, летят несправедливые совершенно оскорбления, ну что-то там, богомолец, ну и где-то твой Бог, а что он мне там зарплату не поднимет? Совершенно необоснованные какие-то реплики, иногда даже не то, что нелепые, непонятные, раздаются в сторону верующих людей. Поэтому будем помнить о том, что и Христос был оскорбляем несправедливо и оплеван несправедливо. За что? За то, что исцелял, делал добро, за то, что пришел вообще человек спасти от смерти. За это его взяли еще и обругали, распяли. Но он победил смерть. Чем? Кротости, смирениям и своим светлым воскресеньем. Вот наше упование, вот наша надежда. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьей и отплыл в Сирию. И с ним Акила и Прискила, остривши голову в кенрияхах по обету, достигнув Ефеса, оставил их там и сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Видите? Говорит, не буду больше говорить. Действительно, его речь звучала так, что никогда больше не будет говорить с иудеями. Но любит он свой народ и никак не может не говорить к нему. Желает сам быть отключенным от Христа и ради братьев по плоти. Лишь бы только они спаслись. Такое заявление, но немножко страшное даже. Но тем не менее, это показывает всю его любовь к своей нации. Видим, что когда они просили его побыть у них доли, он не согласился и простился с ними, сказав, мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу. И отправился из Ефеса. Акила и Прискила остались в Ефесе. Да, вот нельзя пропустить это из виду. Что значит остриглись по обету? Был обед Назарейства. Люди вырастили волосы 30 дней, да, потом остригали 30 дней, они готовились к какому-либо празднику, и потом волосы стригли, и не вкушали в это время ни мяса, ни вина. Да, и это было необходимым условием для того, чтобы быть участником праздника в Иерусалиме. Все приходили на этот праздник, должны быть стриженными. Что интересно, зачем это делают, многие скажут, например, тот же апостол Павел. Здесь принцип всегда один. Для иудеев, как иудеи, для еленов, как елен, для беззаконных, как беззаконный. Сам же, впрочем, не чужд закона, дабы приобрести хотя бы некоторых. Вот как говорит апостол. Хотя бы некоторых. То есть с миссионерской целью апостол это делает. С миссионерской целью многие просветители и святители разных земель. Николай Японский одевали одеждой японских там самураев, чтобы там сидеть с ними рассуждать. Да, и Герман Аляскинский вообще говорил преподобно, что для них стал как нянька. Он ходил в одеждах этого рода, изучал язык этого народа. Святитель Стефан Пермский, создатель азбука для зырян. Он вообще стал для них как их человек. Стал говорить на их языке. Но сам никогда не был чужд закона. Там был такой этот Пама, который с ним соревновался. Это жрец языческий. Он показал, что он не жрец всему народу. Он срубил эту священную березу. То есть для иудеев он был как иудей, для еленов как елен. Для беззаконных вот этих шаманов и язычников. Как беззаконный, сам не чужд закон. И также апостол, по примеру, также они делались по примеру апостола Павла, который, помним, и Тимофея берет с собой и обрезывает его, как сказано, ради иудеев. Потому что настолько они свыкли с своим законом, не стали бы они слушать, человек не обрезан. И пробыв в Кесарии, он приходит в Юрсалим, приветствует церковь и отошел в Антиохию. Это здесь 22 стихом заканчивается, в общем-то, второе миссионерское путешествие апостола Павла. И вот с 23 стиха, это будет уже третье путешествие, мы видим, что он вернулся в Антиохию, то есть откуда он и пришел. И, проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждал всех учеников. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж Красноречивого и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Здесь подчеркивается, что этот Аполлос, сразу сказать, чтобы не забыть, он из Александрии. В Александрии люди были очень образованы. Там была библиотека Александрийская. Люди, читая Ветхий Завет, не только понимали его буквально, но это такая Александрийская школа, где аллегорически истолковывались образы Ветхого Завета. Поэтому Аполлос был достаточно человеком красноречивым. Как здесь и это подчеркивается с красноречия, это были образы, приводя которые, он мог показать всю достоверность Ветхозаветных образов, не только буквальных указаний на Мессию Христа, но и самих образов, которые были в Иврааме, Исааке, Иакове, в Иосифе Прекрасном и других праведник, патриарх и пророках. Видите, как сказано здесь в 24 стихе. «Муж красноречивый и сведущий в Писаниях пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пустя Господня и, говоря духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге, услышавшего Акила и Прескила, приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. И когда он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его, и он прибыл туда и много содействовал о веровшем благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая Писанием, что Иисус есть Христос». Видим, что он проповедовал, но не знал еще, что такое крещение Духом Святым. Он только знал крещение Иоанна, то есть крещение в покаянии, но пути Господня наставлено не было, то есть он призывал к покаянию. Акила и Прескила ему не запретили проповедовать, как мы видим, это ответ всем тем, когда начинать миссионерствовать и когда можно начинать проповедовать. Начинать можно всегда, когда человек видит необходимость поделиться с кем-то той радости, той благою вестью о Христе, распятом и воскресшем. Так действуют Акила и Прескила. Аполлос, муж красноречивый, сведущий даже в Писаниях, но не знает о пути Господнем точно, как, не знает, может быть, заповеди блаженства, не знает путь Божий, не знает только путь покаяния. И вот они ему объясняют, проповедовать не запрещают, он дальше, он, выслушав их, муж красноречивый, видимо, его негордость, неграделивая ставит, могут сказать, вы вообще кто такие? Пришли тут из Рима, я вообще из Александрии, муж красноречивый, да, и, в общем-то, тут образованный и с дипломом, целый кандидат, а может быть, даже доктор богословия. А вы мне тут учите? Я вот знаю. Нет. Видим, муж красноречивый, сведущий в Писаниях так не поступает, проявляет кротость и смирение. Выслушав их, дальше начал, как сказано, утверждать всенародно, доказывая, 28 стих Писаниями, что Иисус есть Христос. Вот такая вот история, которая содержится в книге Священного Писания. Если, 18 главе, если сказать о самом Ефесе, и тут в дальнейшем будет еще история об этом городе, то немножко так предварительно сказать, что Ефес, он находился в Малой Азии, то есть все события, которые здесь описаны, они происходят именно там. А Малая Азия, это был такой центр, который некоторые древние историки называют Ярмарь Вячеслави. Действительно, это был такой богатый город, и торговые пути, к нему прилагали несколько рек, и достаточно были, скажем так, хорошая инфраструктура, да, торговли. Потом это был спортивный город, где каждый год собирались на некоторые иоанновские такие спортивные игрища со всего света. Люди состязались, как бы все еще не сказать, что это нечто похожее на Олимпиаду. И чем еще отличался этот город, что он был достаточно переполнен суевериями. Туда приходили за книга, Ефесская книга заклинаний такая была, люди там покупали за достаточно дорогую цену и носили все эти амулеты на своей шее, там записочки такие, как некие обереги. Почему апостол Павел задерживается здесь, почему в этом городе очень долгое время была и школа, в общем-то, такая, и, как мы знаем, христианская школа, и Анна Богослов, и Богородица, и Игнатий Богоносец долгое время жили в Ефесе, сейчас Ефес находится на территории Турции. По той самой причине, что здесь было очень много город такой большой миграции, где можно было проповедь Евангелия могла бы разнестись во все концы земли, дабы исполнить заповедь Христову. Идите, научите все народы, крестяй их во имя, отца и сын, ста готуха, у человека соблюдать все, что я заповедил вам. Поэтому стратегически эта точка, город был выбран достаточно правильно, апостолам. Поэтому так. И вот мы уже видели, что с 23 стиха начинается третье миссионерское путешествие апостола Павла, и о нем будет рассказано в следующих главах, которые мы с вами будем продолжать изучать, если будем живы, и Господь позволит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова